Приветствую вас! Вы задаете два вопроса, по сути. Первый вопрос, как бы, является началом второго, то есть, что делать, вы спрашиваете, что делать, а дальше вы спрашиваете, как оставить его в покое. То есть, получается, ваш вопрос звучит так. Что делать, чтобы оставить его в покое? Ну, судя по тому, что, значит, вы описываете, да? И здесь, конечно, очень тонкий момент, о котором я вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, значит, смотрите, в чем заключается проблема, да? Все началось с вашего папы, вот, который вас очень сильно любил, да, души вас начинал. Вот, но который возненавидел вас, значит, когда с мамой он произошел. И я полагаю, что это стало для вас очень серьезной проблемой. Это стало для вас травмой, это стало для вас кошмаром, вот. А с тех пор вы, вероятно, считаете себя ненастойной любви, вот. И, по сути дела, все ваши действия, все ваши поступки, они направлены на то, чтобы получить внимание, любовь отца. Это указывает то, что вы, с одной стороны, стремитесь быть идеальной, вот. Вы стремитесь быть идеальной для всех, ну, все просто, вот. Значит. Вы стремитесь быть идеальной для мамы, вы стремитесь быть идеальной для себя, потому что у вас есть такой драйвер, вот. А, значит, значит, который приказывает вам постоянно быть, значит, сильным, вот. И если вы сильным не являетесь, вот, то, соответственно, это для вас моментальная угроза, моментальная опасность и моментальный страх. Соответственно, от драйвера нужно избавляться, вот. Это делается через анализ ваших внутренних состояний, вот. Это делается через анализ вашего мышлительного процесса, через анализ природы, мыслей, которые есть у вас в сознании. И, соответственно, основной целью является именно освобождение вашего аналитического контролирующего взрослого состояния. Так, так, чтобы вы могли максимально эффективно управлять своими ресурсами, вот. Используя их себе на благо, да, вот, ну, ни в коем случае не вредя себе. Вот. Потому что, ну, вот, на данный момент вы себе все-таки вредите. Тем, что благодаря своей силе, благодаря своей, вот, такой активности повышенной, а также из-за того, что вы не можете быть слабой. То есть, ваш внутренний родитель запрещает вам быть слабой. Он говорит, нельзя, нельзя, нельзя быть слабой, нельзя. Ты должна быть сильной. Вот. Ты не надо чувствовать эмоции. Ты не можешь плакать. Плакать. Вот. Вот. Ага. Вот. По этой причине вы, аааа, мужчин как раз опугивает. К сожалению. Ну, потому что, мужчины, они ведь не любят конкуренции, да. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но конкуренции они не любят. Вот. Поэтому, эээ, момент здесь вот такой. Момент здесь вот такой. И, можно, соответственно, оперировать данными аспектами, вот, которые имеют место быть. Так. Ааа, далее. Почему у вас, эээ, значит, мужчина ваш, вот, который, с которым вы были вместе, да. Ааа, почему он от вас, эээ, собственно, ушёл. Да. И почему вы, эээ, с ним расширились. Ааа, потому что, эээ, вы меня видели отца. Вы меня видели отца и, соответственно, это были неравноправные отношения. Вот. Которые ему, ну, его по итогу не устраивали. Видимо. Вот. Ааа, значит. Так. Давайте дальше посмотрим, что вы написали. Так. Мне приходилось придумать, как заработать деньги. А мама, вот, то есть, тут есть, видите, тут есть обида, видимо, на отца ещё. Потому что он нас никак не содержал, да. Вот. Ааа, не платил алименты и так далее. А мама не могла себя защитить. Защитить. То есть, ну, чисто вот так, по-жемски. Не могла себя защитить. Вот. Ааа, то есть, вместо того, чтобы, грубо говоря, требовать отца алименты, да. У него у своего бывшего мужа отца алименты. Ааа, вот. Она вместо этого этого не делала, да. И, в итоге, вам приходилось зарабатывать. Ааа, вам приходилось думать, как заработать деньги. Вот это, опять же, перенос ответственности имеет место быть, да. Вот. То есть, на вас. На вас. Ааа, на вас перенесли ответственность за эту ситуацию. Ну, которая произошла. Ааа, вот. И, мне кажется, что это, безусловно, подслужило серьезным символом. Потому что вы не привыкли, не привыкли вы защищать себя, не привыкли вы защищать свои, может, интересы, свои права, да. Ну, адекватно. Адекватно. Не силой, да. А, вот, адекватно. Еще раз повторюсь, чисто по-женски. В это не привыкли делать. Ааа, вот. И, соответственно, в этом результате еще одна беда. Вот. То есть. Ааа. Вы даже не подумали о том, что, как бы, ваш отец, да, он вам что-то должен вообще. Вот. А он вам должен. Он вам должен. Он вам должен, он вам, он как бы, ну, должен был алимент для плача, да. Вот. Вы этого не сделали. Почему? И за маму. А мама, ваша мама, она стала, по сути дела, тем, на кого вы равнялись при выборе своего поведения. На кого вы оглядывались при выборе своего поведения. Вот. Что это значит, опять же? Ваша мама была явно слабой, явно безвольной. Вот. Явно той, кто не умел и не хотел, возможно, бороться за жизнь, за то, чтобы чего-то добиться. Вот. И, соответственно, не мог окружить вас заботой. Не мог окружить вас, не могла окружить ваша мама вас тем, тем уровнем заботы, в котором она взялась. То есть она, по сути, не приучила вас к тому, что, там, девочка, например, может быть слабая, что девочка может чего-то не делать. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. И инсульт ее, который у нее произошел, да, случился с ней, ну, не просто так. То есть у этого были свои причины, опять же. Вот. И причины это в том, что ваша мама не заботилась о себе. Она не заботилась о себе, потому что она себя не любила. Вот. Вот. Я ничего не могу сказать по поводу ее, по поводу ее отношения к вам, да. Ну, то есть, ну, просто, ну, потому что вы ничего об этом не пишите. Вот. Вот. А, какие-то мысли у меня есть, но диким психоанализм заниматься мне сейчас, сейчас не хотелось бы. Вот. А, поэтому, соответственно, именно от своей мамы вы усвоили такую модель поведения. Но дело здесь даже не столько, не столько, не столько в маме. Мама, конечно, это мама, да, мама это хорошо, мама влияет. Вот. Но дело здесь еще и в ваших ценностях, нормально. В вашей системе ценности. Вот. То есть, грубо говоря, вы же вот считаете нормальным, адекватным для себя такую, ну, такую позицию, что я буду мужчиной, да, я буду вести себя как мужчина, да, и, собственно, буду, ну, не знаю, буду такой же сильный, например, да, как мужчина и так далее. То есть, все это входит, все это входит в вашу систему ценности. Которая, ага, в зависимости от того, чего хотите вы, да, ага, ну, ну, да, нуждается в корректировании, корректировании, конечно же. Вот. Если вы хотите ситуацию изменить, если вы хотите, чтобы все-таки вы были счастливы в жизни, да, в своей. Ну, и дальше у вас начинается позиция жертвы, да, то есть, мне пришлось уйти из, значит, из школы, мне пришлось поменять школу, мне пришлось пойти работать, я не доучилась, вот. Вот. Это все такая жертвенная позиция, которая, может быть, может быть, была актуальна на момент, когда вы ее исследовали, когда вы этой позиции исследовали, может быть, она и была актуальна, вот. Но сейчас эта позиция уже не актуальна. Сейчас жертвовать собой вы уже не обязаны. Вот. Тем более, что, если я правильно понял, ваша мама, она уже восстановилась, вот. И, соответственно, как бы она может себя обеспечить. Вот. Но что-то мне подсказывает, что она по-прежнему нуждается вас. Вот. Что-то мне так подсказывает. И если я прав, то она вас никогда не отпустит. Вот. Она всегда будет казаться вот такой несчастной, такой больной, может быть. Вот. И, по итогу, вы всегда будете вынуждены, вынуждены ее, ну, опекать, ее оберегать и так далее. Вот. Что, безусловно, не является для вас чем-то хорошим. То есть, для того, чтобы ситуацию изменить, да, для ситуации изменить, чтобы вам быть счастливее. Вот. Необходимо все-таки, чтобы вы, вот, изменили свои системы оценивали и свой внутренний диалог проанализировать. Вот. В чем, в чем вы движимы, да? Дальше. Так. В шестнадцать лет, значит, я уже работал, и в моей семье так никогда не было мыши. Вот. Ну, интересно, что все вы допишите с однако восклицания. Вот. Что-то явно, явно какой-то смысл вы в этом вкладываете. Вот. Вот. Но, проблем в том, что, какой именно смысл вы вкладываете, непонятно. Потому что, контекст, он есть. Как вы к этому относитесь, к тому, что вы пошли работать? Что-то вы сейчас шалуетесь. Вы говорите, как вы не хотели, там, не надо, не хотели, не хотели этого делать? Или, или как? Или что? Так вот. Вот. Почему такое большое количество восклицательных знаков? Так. Первый мужчина был на старый, старый снял 19 лет. Отец. Ну, он научил, он научил меня любить, но я так не научился. Тут, 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 противоречие, да, Татьяна? Что, он научил меня любить. То есть, если вы говорите, что он вас научил любить, но что вы и научились любить, то тот же вы пишите, что я так и не научился. То здесь непонятно. Второй момент, это то, что любовь каждый понимает по-своему, никто никого, никого научить любить не может. Можно нам показать, как это делать, но любить все равно будет сам человек. Вот. И любить он будет по-своему только, ну, просто потому, что любовь – это творчество, а творчество с творчества того человека реализует каждый по-своему. Вот. Поэтому здесь вот эта вот позиция, что я тебя научил там чему-то, она заведомо, она заведомо уже неправильная, она заведомо уже неверная. Вот. Как это представляет у меня? Вот. Потому и потерпел их крах. Я больше, если честно, я в большей степени, если честно, поверю тому, что мужчина пытался вас под себя подстроить. Вот это я больше поверю, в это я больше поверю. А в то, что он вас научил любить, нет. И опять же, непонятно, да, вы пишите, что он научил меня любить с однаком вас лица, но вы пишите, что я так и не научилась. То есть тут, опять же, странно, непонятно, что вы вкладываете в это вот, ну, в цветатный знак. Вот. Что вы вкладываете в него, в это вот, ну, в это средство. Вот. Скажем так. Так. Да. Дальше. Так. В 23 года я вышел замыз, у нас ничего не получилось. А почему не получилось, я сама теперь воспитываю дочку, ей 14 лет. и чему вы, почему вы, Татьяна, можете ее научить с таким багажом, с таким опытом, вот. Чему вы можете ее научить. Как, эээ, как, эээ, к вам, эээ, как вам, эээ, прислала в голову эта вот идея, ээээ, завести ребенка, да. То есть почему вообще ребенок у вас появился, если у вас, эээ, там, с вашим супругом, да, ничего не получилось, например. То есть мне кажется, что здесь, эээ, мне кажется, что здесь, эээ, тоже вот, вот, ну, нужно обязательно, эээ, разобраться со всеми, вот. Опять же, эээ, отец, да, ребенок, вы так же, как и ваша мама, мама, да, не, ээээ, скорее всего, не, ээээ, не требуйте, не требуйте алиментов. От него, вот. А ведь это важно. Алименты это важно. Но вы их не требуйте. И вопрос, который у меня, эээ, есть к вам, да, опять же. Эээ, почему вы не требуйте алиментов? Ведь, эээ, вы имейте на них право. И дочери было бы легче, и так далее. Уверен, что и отец не общается с дочерью. Эээ, вот. То есть, понимаете, это все как бы взаимосвязано. Да? Вот. И здесь, конечно, конечно, здесь, эээ, нужно опять же разбираться. То есть, у вас ничего не получилось, у вас ничего не получилось, но дочь вы, вы воспитываете, дочь у вас есть. То есть, эээ, здесь, ну, вы, эээ, опять же, эээ, как минимум, эээ, не совсем бравы, да, в том, что у вас ничего не получилось, а у вас получилось хотя бы дочь. И это здорово. Вот. Да? Вот. Ну, и опять же, эээ, отношения, они, эээ, отношения строят другое. И, эээ, одна вы, отношения, ну, построить не могли бы никак, эээ, чисто, эээ, чисто, эээ, чисто физически. Вот. Эээ, дальше идем. Значит, так, я положила на себя, пишите вы, опять же, на, 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 на восклицание, эээ, эээ, что вы имеете ввиду, эээ, что вы, что вы имеете ввиду. Эээ, перестал окраситься завтра, а вот с мужчины, с мужчинами, по какой причине. Далее вы пишите, я нашла себе мужчину. Тоже хотелось бы, эээ, понимать, эээ, какое значение вы вкладываете, эээ, в, эээ, в эту фразу нашла себе мужчину, то есть знаете, вы к мужчинам относитесь как к чему, как к вещи, что вы его нашли, но он же не вещь, вот, встретили удобного вам человека, которого можно было бы использовать для удовлетворения своих желаний, возможно, так, и опять вопрос с моральным ценством здесь, дальше, он был как женщина, ничему не приспособлен, я прожила с ним 7 лет, ну а если он был как женщина и ни к чему не приспособлен, а почему вы считаете, что женщина ни к чему не приспособлена? Откуда вот у вас такая интересная позиция, что женщина ни к чему не приспособлена, это вот откуда такая информация? То есть, по вашему мнению, получается, что женщины это те, кто, ну женщины это те, кто ни к чему не приспособлен, так, что ли, получается? И поэтому вы, значит, поэтому вы сами, значит, приспособлены ко всему, получается, так? Ну, вот, судя по тому, что вы говорите, опять же, вы выбрали этого человека, да, вы выбрали его, вы выбрали его, значит, ну, для себя, да, вы выбрали его для себя. Зачем? То есть, как бы, как бы, по какой причине, чего вы хотели, о чем вы думали, выбирая, выбирая этого человека для себя? Ну, не знаю, не знаю, может быть, вы надеялись, что он изменится, или вы рассчитывали, что он станет другим, или вы просто, просто пытались свои какие-то желания реализовать, да. То есть, вот, это, мне кажется, очень важный момент, критерий выбора, критерий выбора мужчины, хорошо говоря. Дальше, он был мне безразличен, так мне было со всеми. Так, ну, то есть, вы жили 7 лет человеком, который вам был безразличен. Как же вы, кстати, с Татьяной? Так мне было со всеми, потому что вы боитесь, возможно, людей пропускать. Я все делаю это сама, как женщина, как мужчина, очень хорошо готовлю, люблю порядок. Я все чертенью и ремонтирую. Опять же, какое и какое значение вы в этом вкладываете? У вас здесь знаки восклицания, непонятно, какие значения вы в это вкладываете. Я встретил мужчину, который селил меня уверенность, что я женщина, очень желанная, красивая, мне так захотел жить, как женщина. Вся проблема заключается в том, что вам не может кто-то внушить. Вам не может кто-то внушить, что вы женщина. Вот. Вы можете только сами в себе открыть свою женственность. Ну, естественно, может быть, с помощью психолога, да, но вы сами это можете делать. Никакой мужчина этого делать не может, не должен, и хорошего из этого ничего не получится. Вот. Потому что мужчина все равно, он видит в вас кого-то. Вот. И только вы знаете, какая вы... Ну, другое дело, да, что, может быть, вы не знаете, какая вы, но в этом, опять же, повторюсь, в этом вам можно помочь. Тут вам можно помочь в том, чтобы вы узнали, какая вы. Вот. Вы говорите, что он усилил меня уверенность, что я женщина, и мне так захотелось жить, как женщина. Опять же, для него, получается, не для себя. Для него. В том, в том и беля, что вы не хотите это делать для себя. Вы хотите это делать как бы для него, только для него. Ну, по крайней мере, в контексте этого мужчины вы хотите делать так. Вот. А это прямой путь, ну, к зависимости. Это прямой путь к зависимости. Вот. К зависимым отношениям тоже. Вот. Что является, по сути дела, путем к, ну, к еще большему, возможно, разочарованию для вас. Потому что, ну, опять же, знаете, опять мужчина берет какую-то инициативу, да. Опять мужчина выступает каким-то триггером для того, чтобы вы почувствовали себя определенным образом. Поэтому, такие отношения, они зависимы. Вот. Дальше. Идем. Так, я отталкиваю его, я холодна с ним, но я очень хочу его как женщина. Он меня и да и нет, он воздержался от меня и сказал мне, что я вампир, холодная женщина. Ну, с холодной, то бишь, с защитой, то есть, со страхом близости нужно работать. Для этого нужно выражать чистые эмоции, истины, а не рэкетные, не ложные. Так, я его достал в смс, и я так хотел, чтобы он меня понял. Ну, вот здесь, эм, довольно интересный момент, вы пишете, да, то есть, вы достали его смс. Эм, с какой целью вы достали его смс, это первое. Второе. Эм, вы действительно надеялись, надеялись, вы действительно думали, что он, эм, относится к этому положительно, к тому, что вы достаете его по смс. А дальше вы говорите, что вы хотели, чтобы он вас понял, а вы себя понимаете. То есть, опять же, э-э, если вы ведёте себя так, как вы описали, то вы не понимаете себя. Ну, ну, потому что, да, э-э, э-э, потому что, э-э, женщина, она не может встретить себя как мужчина, она тут может, конечно, ну, не во всех обстоятельствах вот. И, тем более, если женщине не нравятся мужчины слабые, да, непредпособленные, то она должна быть сама такой, с которой захотел бы быть именно мужчина такой, ну, достаточно сильный. А у вас ситуация, она такова, что вы же не такая, да? Вот, поэтому, поэтому, история здесь, опять же, кишит противоречиями, да? То есть, вы говорите, что вы хотели, чтобы он вас понял, но зачем? Потому что вы не понимаете себя, и через него, через него вы хотели это сделать. А мужчине, ну, ему, видимо, не понравилось, что вы хотите понять себя, да, через него. Ну, и поэтому он так вот и отреагировал, да, то есть, казалось, что вы, например, холодная женщина. Но, опять же, здесь есть противоречия, если вы с ним холодны, то как-то это не вяжется с тем, да, как-то не вяжется с тем, если вы с ним холодны, что вы достали его смс, там, и так далее. Ну, не вяжется, нет, не вяжется. Поэтому, тут опять противоречия какой-то есть. Вот. То есть, я хочу сказать, что, ну, это что-то странно. Это странно. что-то, либо вы говорите что-то, ну, не то, да, то есть, возможно, вы оперируете не теми словами, которые, ну, не теми словами, которые отражают суть действительности, вот, либо вы действительно ошибаетесь, и в таком случае, я полагаю, что с этим опять же нужно разбираться, да, вот, вот, в принципе, в принципе, то, что я хотел сказать вам по этому поводу, да, вот, значит, я так хотел, чтобы он меня понял, но все напрасно, а он должен был, вас понять, он хочет любви и мать, и женщину-мать, так как в раннем возрасте его мама умерла, когда ему было 9 лет. Ну, то есть, опять, опять, опять вы выбираете мужчину, да, который нуждается в моей матери, опять, вы, опять, выбираете себе мужчину, да, такого, который, ну, вот, нуждается в вас, ну, в высшей степени, то есть, который направлен, да, именно, именно на позицию ведомого, не ведущего, да, а ведомого. Вот, и это к вам вопрос, что вы такого мужчину выбираете для себя, понимаете? То есть, это не хорошо и неплохо, то, что вы, ну, то, что вы выбираете таких мужчин. Просто у меня вопрос относительно того, понимаете ли вы ответственность, именно ответственность, именно ответственность за это. Вот. А что он хочет маму? Он хочет маму, потому что его мама умерла, когда ему было 9. Хорошо. Вы говорите, что делать? Вид непонятным. Что делать, чтобы что делать? Понимаете? То есть, вы что хотите? Вы хотите быть ему мамой? Вы хотите быть с ним? Тогда вам нужно меняться, меняться самой. Тогда вам нужно работать над собой. Но не только ради мужчины на самом деле, но и ради своей дочери, которая, глядя на вас, получает далеко не самый лучший опыт эмммм, эмммм, взаимодействия с эмммм, миром и с мужчинами, и не самый лучший опыт эмммм, поведения, женского. Вот. А вы говорите, как его оставить в покое? А зачем оставить его в покое? А зачем оставить его в покое? Если у вас есть чувство, эмммм, я не очень понимаю, тогда, а зачем его оставить в покое? Для чего его оставить так вот? Если у вас есть чувство. К нему. Вот. То есть просто проводите над собой, да, станьте той женщиной, которая ему нужна, или, или, раскруйте свою женщину. Тем более он говорит, вы видите, вы говорите, что он показал вам, как быть женщиной и так далее. Вот. То есть, эээ, ваша, эээ, позиция, ваша позиция, она, эээ, мне, не знал здесь. Абсолютно не знам ли ваша позиция, да, поэтому вопрос, она противоречивая опять. Он говорит, что вы холодные, потому что вы не проявляете свои эмоции. Вот. Это да. И вы выбираете что? Оставить его в покое место того, чтобы научиться, эээ, проявлять эмоции? Так что ли? Получается. Ну, опять же, это выбор, да, но готовы ли вы нести ответственность за это, за этот выбор, это первое. Второе. Эээ, если да, если вы готовы нести ответственность, эээ, за этот выбор, то, в таком случае, я полагаю, что, эээ, надо понять, что вы не можете его оставить в покое, потому что у вас есть свои желания. Вот. И вам нужно поработать с вашей потребностной сферой, с эмоциональным интеллектом, да, то есть, ну, с чувствами, с чувствами, надо поработать с чувствами. Вот. Чтобы вы лучше чувствовали себя, лучше, эээ, замечали свои желания, вот, и учились их реализовывать самостоятельно. Да, мужчины вы сможете оставить в покое. Вот. Но, сделать это вас, эээ, счастливой, мне, мне думается, что, мне думается, что нет. Вот. Но, в любом случае, это, в любом случае, эээ, ваш, ваша ответственность, ваш выбор. Вот. Я думаю, что, здесь я не имею права вам порекомендовать что-либо. Вот. Ээ, на этом всё, на этом всё, на этом всё, надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы дополнительных, эээ, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам, понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, и удачи. и удачи. Удачи! 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 Удачи!